Какая жесть 20 лет назад считалась чем-то вполне нормальным. Люди умирали от хронического миелоидного лейкоза. 20 лет назад это заболевание приводило к стопроцентному летальному исходу менее чем за 5 лет. Теперь он лечится приемом таблетки один раз в день без побочных эффектов для большинства людей. Гребанное чудо науки. У меня ХМЛ с 2008 года. Первая таблетка Гливик стала настоящим чудом. У нее были некоторые побочные эффекты, но они были незначительными. Вторая таблетка Спрайсел стала еще лучше, и она почти не имеет побочных эффектов. Конечно, проблема в цене. Приходится отдавать 5000 долларов в месяц. Мне повезло, что у меня хорошая медицинская страховка, и государство помогает мне, когда это нужно. У Спрайсел сейчас есть дженерик от Апотекс. Он стоит около 3000 в месяц. До появления этих препаратов ХМЛ был практически смертным приговором. Сейчас же мы по сути победили лейкоз. У нас в старших классах была зона, где разрешалось курить. Специальное место для курения для детей, которым еще не было 18 лет. В моей школе до сих пор есть такое место. Мы называем его курительная яма. Оно находится за пределами школы, прямо напротив парковки. Школа не одобряет курение. Сейчас у нас в основном парят вейпы. Но ее позиция такая, что лучше пусть подростки курят на улице, чем в туалетах. Плата 25 центов за смс. То время, когда я пытался убедить людей не писать мне, потому что я не хотел платить. Платить за входящий смс, это, конечно, полный пиздец. Забавно. Когда я увидел этот вопрос, я подумал, речь идет про 70-е и 80-е года. Только чуть погодя, я понял, что 20 лет назад это 2001 год. Черт, какой же я старый. Я даже не жил в 80-х, но подумал то же самое. В средней школе мой одноклассник нарядился на Хэллоуин нацистом СС. Никто ему ничего не сказал. Правда, чуть позже учитель пения подошел к нему, предупредив, что некоторые люди могут счесть это оскорбительным. Учитель был евреем. В нашем сельском городке примерно в 2005 году несколько подростков нарядились на Хэллоуин призраками. Они проходили так полдня, пока директор школы не сказал им, чтобы они хотя бы капюшоны сняли. Платить $29 за то, чтобы когда у тебя зазвонит телефон, прозвучали 9 секунд какой-нибудь песни. Если я скачаю классный рингтон, все будут знать, что я крутой чувак и со мной весело. Качает Peanut Butter Jelly Time и ставит имперский марш на звонок родителей. Канал Техникум в своих видосах показывает штуки, которые станут нормой через 20 лет. Только не жесткие, а крутые. Робособаки, летающие машины, напечатанные на 3D принтере дома, реклама в космосе, 6G и много о чем вы даже не слышали. Кроме того, ребята берут интервью у крутых ученых, например, вот последнее видео про стресс и почему его не нужно бояться. Подпишитесь на канал, у них реально крутой контент. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. В детстве я гостил у родственников в другой стране. Я проснулся посреди ночи от того, что мне очень захотелось какать. Туалет находился в подвале, а в доме было темно. Я понятия не имел, где находятся выключатели, поэтому нашел целлофановый пакет и покакал в него. Я запаниковал и вышел на балкон, чтобы чуть проветриться и подумать, что делать. Единственное, что мне пришло в голову, это бросить пакет с дерьмом куда подальше. Я швырнул его изо всех сил, и тот приземлился на металлическую крышу соседнего дома. Там он пролежал до конца моей поездки. Прошло уже 20 лет, а эта история до сих пор не дает мне покоя. Я думаю, ты не совсем правильно уловил мысль Трэда, но мне все равно нравится эта история. Нет, он все понял правильно. В 2000 году все кидались пакетами с какашками из окна. В то время это было модно. Помню, приходилось договариваться с друзьями встретиться в определенном месте в определенное время. Нужно было обязательно придерживаться этих условий, потому что после у тебя не было возможности связаться с ними до самой встречи. Курить рядом с детьми, особенно в машине. Я из-за этого постоянно болел бронхитом. Я все свое детство рос вокруг курильщиков. Родители курили дома, курили в машине. По выходным на вечеринках у нас дома собиралось огромное количество курящих людей. Куда бы я ни пошел, от меня пахло сигаретами, а я при этом был еще ребенок. Меня это так бесило. Помню, как однажды в подростковом возрасте я пошел домой к подружке, и когда я снял куртку, ее мама удивленно спросила меня, ой, сколько же ты выкуриваешь? Блять, как же я это ненавидел. Учитывая, каким жестким пассивным курильщиком я был в детстве, мне интересно, сколько лет жизни я из-за этого потерял. Моя мама думала, что она хорошо прячется, когда курит. Ей нельзя было курить в доме, поэтому она курила в подвале, пока стирала белье. Она выдувала дым в окно, и в итоге наша одежда всегда воняла сигаретами. Удивительно, что курильщики даже не подозревают, как сильно они воняют, и насколько далеко распространяется их запах. Этот трет доказывает, что что-то, что мы делаем сейчас, через 20 лет будет считаться пиздецом. Но мы пока не знаем, что. То, как мы справляемся с мусором и его переработкой. Все будет совсем по-другому. Будет похожая тема с тем, как мы постепенно убрали из продажи полиэтиленовые пакеты. В будущем люди вспомнят нынешние времена и скажут, черт возьми, почему мы делали все одноразовые вещи из пластика? Это ведь была ужасная идея. Девушки творили всякую дичь. В наше время уже не принято снимать пьяных девиц, делающих разные вещи. И все это каждый вечер показывали на обычных телеканалах, чтобы 12-летние дети могли весело провести время во время ночевки у друзей. 25 лет назад наш учитель физкультуры не считал астму какой-то особой проблемой. Он не разрешал мне иметь при себе на уроке ингалятор. В итоге я ходил по стадиону пешком, потому что не хотел умирать. Люди, кому еще официально не поставили медицинский диагноз, все еще сталкиваются с подобными проблемами. Однако сейчас заметно снизилось количество таких случаев. Сейчас гораздо реже игнорируют человека, не обращая внимания на его проблемы с физическим или психическим здоровьем. Положение дел далеко от идеального. Но, по крайней мере, мы знаем, что есть такие люди и начинаем что-то с этим делать. Изменено. Хотелось бы кое-что уточнить. Во-первых, наш учитель по физре не был каким-то козлом. Я никогда не получал оценку ниже четверки. И в основном, пока дети старались что-то делать, показывали какой-то прогресс и не бесились, то физрук был довольно мягким. Во-вторых, он ушел на пенсию через год после того, как я ушел со школы. В то время это был небольшой сельский район, так что я, возможно, был его первым ребенком-астматиком. А, возможно, для мужика, которому около 60, такой случай был чем-то новеньким. В-третьих, возможно, у учителей существовали какие-то правила хранения лекарств, о которых я не знал. Мне было 7 или 8 лет, когда мне поставили диагноз. У меня бронхостеноз, вызванный физической нагрузкой. На протяжении всего обучения в школе меня обвиняли в лени и отсутствии спортивной формы. Оглядываясь назад, сам будучи учителем, я сейчас немного потрясен тем, что когда на уроке у меня случались приступы астмы, все мои физруки в основном просто гнобили меня. Чтобы посмотреть какое-то шоу или сериал, нужно было находиться дома у телевизора в определенное время и при этом надеяться, что семья не будет тебя донимать, чтобы ты смог спокойно его посмотреть. Бывали случаи, когда ты тусил с друзьями, потом смотрел вдруг на часы и говорил, о, уже 7.30, мне пора домой, нужно успеть на передачу. При этом никто не смотрел на тебя, как на поехавшего антисоциального изгоя. Думаю, подобная тема все еще работает в отношении спорта. Возможно, это было больше 20 лет назад, но я отчетливо помню, как в ресторанах нас спрашивали, хотим ли мы сидеть в курящей или не курящей зоне. Все зависит от штата или региона, если вы живете не в США. В Неваде, большей части Юго-Востока и других местах в 2001 году это была абсолютно нормальная история. Ага, и единственное, что разделяло эти зоны, была всратая пластиковая перегородка, которая никак не останавливала дым, так что во всем заведении все равно дико воняло. Я помню, как один комик сказал, что это то же самое, что делить бассейн на зоны для писающих и не писающих в него. Легкое напоминание для всех. 20 лет назад был 2001 год. Выпейте аспирина, пока читайте это. Боль в спине слегка спадет. И пожалуйста, не забывайте, что 1991 год был 30 лет назад. В 90-е годы многое поменялось, и некоторые вещи, про которые здесь пишут, к 2001 году уже исчезали, а к 2005 они полностью пропали. Хотя почему-то 20-30 лет назад в сознании многих людей является 1976 годом. Всем будто было плевать на случаи сотрясения мозга в спорте. Как-то раз на футбольном поле меня вырубили минуты на две. Никто мне об этом не сказал. Когда я пришел в себя, мы просто продолжили игру, как ни в чем не бывало. Я даже не знал, что в течение этих двух минут я был в отключке. Я узнал об этом лишь год спустя, когда пацаны начали рассказывать истории с футбола. Я думал, что меня просто сбили с ног, и я почти сразу же поднялся. Мне показалось странным, что все нагнали суеты по этому поводу. Мой первый в жизни депрессивный период начался почти сразу после той игры. Тренд героин чик. Многие знаменитости женщины следовали этой моде. Например, Кейт Мосс, ее пристрастие к веществам и безумно низкий уровень жира в организме воспринимались толпой, подверженной модным трендам, как идеальная женственность. Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. Фраза, которую она, блядь, реально сказала. Раньше, если какой-то школьник херачил другого школьника, это почему-то не считалось актом насилия. На такие случаи часто просто не обращали внимания. Надо мной никогда не издевались, но черт побери, я видел, как некоторых детей избивали в кровь, а потом обидчика просто оставляли в школе после уроков или временно отстраняли от занятий. Я никогда не видел, чтобы против пацана выдвигали какие-то обвинения, как это происходит сегодня. Мне кажется, это потому, что сегодня люди чаще записывают драки на видео. Причем жертве всегда достается гораздо больше. В школе надо мной нередко издевались, и хулиганы в качестве наказания максимум оставались в школе после уроков. Однако, когда я давал им отпор, то меня отстраняли от занятий. Это было всего 10 лет назад, поэтому я и представить не могу, что было 20 лет назад. Вероятно, все было еще хуже. Да, самое неприятное то, что обоих детей, участвовавших в драке, наказывали. Даже если ребенок, который просто защищался и на которого напали, вообще ничего не делал. Его отстраняли от занятий только за то, что он участвовал в драке. Поскольку 20 лет назад был 2001 год, я бы упомянул сексуализацию и эксплуатацию молодых светловолосых девушек в музыкальном бизнесе ради прибыли. Тогда это считалось нормальным и общепринятым явлением, но теперь понятно, что это был какой-то пиздец. Раньше казалось нормальным оставлять на долгое время своих маленьких детей без присмотра. Я помню, как в 5 лет я 3 часа сидел в машине на парковке, пока отец играл в боулинг. А еще большую часть времени мои родители понятия не имели, где я. Утром я выезжал из дома на велосипеде и возвращался только к обеду. Их это вполне устраивало. What the fuck, что ты делал 3 часа в машине? Ждал, когда отец закончит играть в боулинг. Знаменитые артистки и актрисы с расстройствами пищевого поведения, вроде анорексии и булимии. Сейчас это менее распространенная тема, но черт возьми, тогда это можно было встретить на каждом шагу. Домогательство на рабочем месте. В начале нулевых годов об этом только начали говорить, но прогресс все равно был крайне незначительным. Тогда я работала в ресторане и количество домогательств, которым подвергалась я и другие мои коллеги-женщины, было по сегодняшним меркам просто невообразимым. Мы все научились просто смеяться над такими случаями, потому что никто не воспринимал эту проблему всерьез. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, какая жесть 20 лет назад считалась чем-то вполне нормальным. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока. Субтитры подогнал «Симон»